Тюрьма для китов. Так экологи называют условия, в которых содержат около ста белух и косаток, выловленных в Охотском море. Специалисты подозревают, что животным срочно нужна помощь. Но сотрудники Центра адаптации морских млекопитающих уверены, состояние их подопечных как минимум удовлетворительное. Свою проверку уже провел Росприроднадзор, ее результаты, а также позиции зоозащитников и предпринимателей в репортаже Геннадия Картилева. Бухта Средняя, что неподалеку от Приморского города Находка. Здесь находится Центр адаптации морских млекопитающих. И попасть сюда просто так нельзя, так как территория арендована. Но для съемочной группы Первого канала сегодня сделали исключение. В этих вольерах 87 белух и 11 косаток. Определить внешне, как они себя чувствуют, обывателю сложно. Живут морские млекопитающие здесь по специальному режиму. Тренировки и трехразовое питание. За сутки только одна косатка съедает до 50 килограммов рыбы. У нас проводится постоянный ветеринарный контроль. Однозначно сейчас все животные в удовлетворительном состоянии. С виду и вправду все хорошо. Однако в середине января на территорию центра с проверкой приезжала независимая группа экспертов. Ученые осмотрели животных и взяли пробы воды. Результаты не на шутку обеспокоили. Конечно, микроорганизмы в воде мы нашли. Этих микроорганизмов очень много. Их гораздо больше, чем бывает в обычной морской воде. Врачи ветеринарные, которые были в экспертах, они предполагают наличие тяжелых инфекционных или других патологий, которые могут привести к гибели. Содержание животных с нарушениями не оставил без внимания Росприроднадзор. Воспруждены административные дела по статьям за невыполнение требований по оборудованию участка водного объекта, очистке акватории от загрязнений. Проще говоря, животные находятся в грязной воде. Этот центр адаптации в Приморье работает уже пять лет. Он официально занимается выловом косаток и белух в Охотском море. Животные пополняют российские и зарубежные океанариумы. Коммерческий вылов морских млекопитающих запрещен во всем мире. В России промысел разрешен только в научных и культурно-просветительских целях. Вольеры, в которых содержатся морские млекопитающие, арендуют четыре коммерческие организации. Их представители даже не скрывают. Животных они планировали отправить в океанариумы Китая. Сделка получилась бы выгодная, ведь только за одну особь можно было выручить несколько миллионов долларов. Животные, находящиеся в нашей собственности, будут использоваться дальше нашими организациями для культурных программ. Возможно, часть из них будет поставлена в иностранные, либо в российские океанариумы и дельфинарии. До недавнего времени закон действительно позволял предпринимателям распоряжаться пойманными животными по своему усмотрению, в том числе отправлять за рубеж. Но с прошлого года правила изменились. Сейчас есть новая норма, которая вступила в силу в мае месяца прошлого года, которая немножко по-другому регулирует этот процесс. И сегодня это ограничивается только территорией России. То есть передача этого ресурса уже дальше в зарубежные цирки океанариумы не предусмотрена. Выловленные животные до сих пор остаются в вольерах. По некоторой информации, 11 косаток и 13 белух. Пока еще детеныши им нет и года. Их вылов строго запрещен. Следственный комитет расследует уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Самое строгое наказание по ней – штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы до 5 лет. 11 плавников-косаток, вмерзших в лед. Эту инсталляцию сделали зоозащитники общественных организаций Сахалина. Они требуют освободить животных. Вся эта история, она не только в России, она в мире не имеет прецедентов. То есть никогда такое количество морских млекопитающих, китаеобразных не отлавливалось в мире и не содержалось в одном месте. Пока идут разбирательства, сотрудники Центра адаптации продолжают ухаживать за млекопитающими. И говорят, что сразу выпускать морских обитателей на волю нельзя. Попав вновь в дикую природу, они уже не смогут охотиться в одиночку и рискуют погибнуть. Геннадий Картелев, Ян Савицкий, Дарья Рыбакова, Дмитрий Климов, Дмитрий Толмачев, Юлия Чайкина. Первый канал. Дальневосточное бюро.